Итак, дорогие коллеги, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Вторая лекция посвящена, собственно, тому, как возникла и как существует российская культурная политика. Ну и прежде всего я начну с мировых тенденций, что действительно политика с эпицетом, историческая политика, молодежная политика, культурная политика – это все чаще встречающиеся ворожей разных стран. И, как я и обещал, я первую часть лекции посвящу сначала тому, что такое историческая политика, потому что это будет важно для нашего дальнейшего разговора о России. В нашей стране историческая политика, как по идее, уделяется большое очень внимание. И затем немножко скажу о мировых тенденциях последних двух десятилетий, а потом, собственно, перейдем к тому, как сформировалось то, что сейчас является текущей российской политикой. В частности, как возник документ основы государственной культурной политики, в какие контексты привели к его созданию. Итак, российская культурная политика включает в себя и историческую политику, и политику поддержки культуры, и определенные черты культурной дипломатии, мягкой силы и много чего еще. Она довольно сложно устроена, поэтому мы за одну лекцию, за одну встречу ее не разберем. У нас все-таки на два месяца наши разговоры, так что постепенно мы разберемся, как и из чего российская культурная политика состоит. И начнем с исторической политики вообще в любых странах. Значит, историческая политика состоит из нескольких мер. Я их условно делю на юридические, протекционистские и исследовательские меры. Юридические меры – это, собственно, правовое, гражданское, административное или уголовное производство, связанное с тем или иным отношением к культурной политике. То есть, понятно, конечно, допустим, ясно, что в любой стране существует запрет на повреждение исторических памятств, признанных культурным достоянием. То есть, есть некоторая общая международная норма, выработанная ЮНЕСКО, об охране памятников культурных. Независимо от того, соответствуют ли они принципам данной страны, соответствуют ли они текущим ее нуждам, все равно, если какой-то памятник находится под защитой ЮНЕСКО, то его повреждение является преступлением. Но кроме вот этих универсальных юридических норм, запрещающих, скажем, вандализм, запрещающих какое-либо уничтожение, повреждение культурного наследия, что тоже относится к исторической политике, бесспорно, потому что каждая страна заинтересована, чтобы у нее было больше пунктурного наследия. Есть целый ряд запретов, например, запреты на определенные высказывания, символические действия. Здесь уже в каждой стране свои практики. Ну, как я приводил, например, что, например, ясно, что, допустим, юридически, скажем, в Армении нельзя отрицать геноцид армян, в Турции нельзя признавать геноцид армян, и то и другое может привести к определенному там преследованию. Точно так же происходит и с рядом других геноцидов, с рядом и с осмыслением истории 20 века. Ну, например, скажем, юридическая, скажем, историческая политика стран Балтии, включая в себя признание и нацистской Германии, и Советского Союза, враждебными для Первой Республики государствами. Разумеется, Россия не согласна с такой практикой. Историческая политика Польши подразумевает, что Польша была исключительно жертвой нацистской Германии, и, например, Польша недавно потребовала от Германии репарации за ущерб, нанесенный нацистской Германии. Что является такой тоже одним из таких признаков активизации исторической политики, что память по Второй мировой войне является основанием для политических конфликтов в Европе сегодняшнего мира. Есть, кроме запретов, существует и правовая нормализация терминов, описывающих в прошлом. Ну, например, допустим, использование термина «геноцид», который в настоящее время используется достаточно широко. Целый ряд действий геноцидов, признававшихся, признаются геноцидом. Ну, например, скажем, страны, находящиеся в оппозиции в политике Китая, говорят о даже, во всяком случае, не на официальном уровне оппрессии, о геноциде в современном Китае. И рассматривая подавление улгурской культуры, как вариант культурного геноцида. Понятно, что Китай никогда не согласится с такой формулировкой. Или, допустим, в настоящее время в России есть формула, например, геноцид советского народа по отношению к оккупации части Советского Союза, нацистской Германии. И подразумевается при этом, разумеется, карательные адресы, совершавшиеся СССР с другими преступными организациями. Но здесь важно, что используется понятие о советском народе, то есть всех жителей СССР. Это является в том числе основанием для утверждения России в международной арене, как право-генцией СССР. То есть здесь употребление терминов становится основой внешней политики и утверждения страны на международной арене. Что называется оккупацией, что называется геноцидом, что называется колонизацией, за что требуют компенсацию. И это та часть политики памяти. Это такая политика памяти может, или историческая политика может существовать и внутри отдельных стран. Ну, например, в США, скажем, индейская или афроамериканская община также часто добиваются, в том числе и юридические компенсации за рабство и за преследование. То есть, афроамериканцы добились с семьи потомков рабов компенсации от рабовладельцев, если данное юридическое лицо существует. Например, банк, который занимался работорговлей, может компенсировать потомка врагов, их рабство, их дальних предков. Или, например, Португалия и Испания компенсирует евреев, которые были изгнаны их потомкам, результаты их изгнания. При этом и для страны рассматривается как честь вот проводить вот такую, признавать историческую вину и, например, компенсировать афроамериканцам в США или евреям, скажем, в Португалии, то, что сделали с их далекими предками много-много лет назад. Хотя вроде бы поступили плохо с одними людьми, компенсируют других, но это считается необходимой частью гражданского согласия, ну и существования вообще страны как такой гражданской массы. Чтобы доказать, что США едины, нужно доказать, что у нас афроамериканцы не дискриминированы. Чтобы доказать, что Португалия – это развитая страна и справедливая по Конституции, нужно эту справедливость осуществить и по отношению к людям прошлого, а не только людям настоящего. И здесь, конечно, всегда встает вопрос, как соотносятся вот эти юридические меры со свободой слова. Ну, в отношении университетских преподавателей считается, что просто непрофессиональное нарушение исторической политики, в любом случае, если она имеет широкое признание не только в этой стране, но и в других, оно просто не рациональное. То есть, допустим, если, скажем, допустим, например, Турция не признает геноцид армян, но кто-то, допустим, большая часть Европы признает геноцид армян, то, например, турецкий профессор, который признал геноцид армян в Турции, он, разумеется, может быть уволен в Турции, но его будут рассматривать как профессора, как профессионала, например, во Франции или в какой-либо другой стране, которая признает геноцид армян. Или, скажем, допустим, если кто-то в Китае скажет о дискриминации у игуров, в Китае он окажется диссидентом, но для большинства стран мира он будет скорее борцом за права в Украине. Или, если же речь идет о том, что человек отрицает какие-то факты, которые признаются многими странами, здесь встает вопрос о профессионализме. То есть, если человек отрицает Холокост, который признан подавляющим большинством стран мира и признается всеми странами, практически всем мировым сообществам, то речь идет просто о профессионализме этого человека. То есть, это никак не связано со свободой слова. Но, как я сказал, вот эта сложная интерпретация того, чем было какое событие, оно по-разному может сработать в разных странах. Другое дело, что историческая политика может включать в себя, разумеется, не только возмездие и требование компенсации. Ну, например, если вы вспомнили про геноцид армян, несколько лет назад армянская апостольская церковь канонизировала всех жертв геноцида. То есть, все погибшие во время Первой мировой войны армяне являются святыми армянской церкви. И это как раз очень разумная политика, потому что она не подразумевает прямое местие. То есть, в присутствии святости ты не будешь мстить только. И при этом это является основой гражданского согласия вокруг как раз цигур святых. Что данные люди жертвы, признается, что они были убиты невинно. И, соответственно, наша цель не допустить повторения в будущем, а не мстить. И поэтому очень часто, например, используются такие термины, как катастрофа. Ну, например, все-таки про Холокост часто говорят катастрофу. Или, допустим, как великий, допустим, скажем, подавление киргизского восстания в 1916 году Российской империи называют Великий спонт. Потому что значительная часть киргизов ушла на территорию тогдашнего Китая. То есть рассматривают это как бегство от карательных казачьих отрядов, но не как геноцид. Ясно, что если бы это было названо геноцидом, это бы усложнило отношения Кыргызстана и России. Так что здесь очень часто проявляется и дипломатическая гибкость, и работы историков, и разного рода те соображения, что историческая политика должна служить гражданскому согласию больше, чем конфликт. Следующая часть исторической политики, как вы видите, это так называемые протекционистские меры. То есть это разного рода то, что можно назвать пропагандой прошлого. Это, например, установка памятников, изменение школьных программ, просветительская работа, в том числе и последствия литературы и кинематации. И здесь обычно любая страна, потерпевшая что-то в прошлом, стремится об этом рассказать мирно, что вот тогда-то и тогда-то мы потерпели это. То есть снимается, например, фильм о каком-то геноциде. Ну, например, простой пример, это один из самых крупных геноцидов, это был геноцид в Конго, которые устроили бельгийская корониальная администрация. И обычно считается, что это один из самых ужасающих преступлений за всю историю человечества геноцидов в Конго. Вот. И тоже, но он стал известен, и, ну, это была на самом деле просто, в общем, сверхэксплуатация, то есть рабов, которые работали на этих плантациях, где выращивали те самые бобы для бельгийского шоколада и все прочее. Их просто забивали, не кормили. Миллионы людей умерли от голода и от побоев, от жестокого обращения, от элементарных удобств. И сейчас как раз это был один из первых геноцидов, который был призван на уровне ООН. И, соответственно, это существо, о нем стало известно во многом благодаря роману Джозефа Конрода «Сердце тьмы». Литература об этом рассказала. Потом уже были и журналистские расследования, и кинематограф. Очень многое, этот геноцид, то есть начало 20 века, он стал известен в фотофиксации, потому что фотография уже была, и, например, изображения всех этих изможденных конголезцев, они оказались фотодокументированы. То есть достаточная документация позволила обсуждать это на международном уровне. И, соответственно, когда Бельгия ведет сейчас любую международную политику, она постоянно признает свою вину в том, что совершила тогдашняя колониальная администрация. И, как видите здесь, и, например, для Конга важно, что, допустим, памятники Леопольду Третьему нигде не ставятся, что книга Джозефа Конрада включается в программы в разных странах. То есть это вполне себе протекционистская мера. И наоборот ставятся памятники и мемориалы, это памятники погибших. Один из самых распространенных протекционистских мер это, конечно, восстановление имен погибших. Ну, например, деятельность Яд Вашен в Израиле, то есть восстановление имен всех погибших в Холокосте. и памятники погибших в Германии и другие. И, ну, наконец, исследовательские меры. То есть это институт эмоциональной памяти, это архивная работа, это музеификация мест памяти. Например, в Хиросиме сохранил дом, один из домов, оставшийся после ядерной бомбардировки. То есть это часть исторической памяти, причем для японцев напоминающий и скорее об ошибках тогдашнего милитаристского японского правительства. И в институте национальной памяти тоже уже есть во многих странах. Например, в Польше или в странах Балтии существует. И цель их расследовать незаконные действия оккупационных или каких-либо еще правительств. И, соответственно, здесь вопрос состоит в том, насколько международно признается это деятельность. Ну и прежде чем еще мы перейдем к России, нужно сказать о мировых тенденциях последних двух десятилетий, в которых мы и находимся. Первая тенденция это глокализация. То есть, когда глобализация объединяется с интересами локальных общин. Ну, локализация, то есть, когда, например, политика памяти ведется на та же самая или культурная политика на уровне города, на уровне даже села, на селе оказываются энтузиасты, которые реконструируют историю этого села. когда вообще община может исходить из-за того, что она может по-своему проводить свою культурную политику, сам усиливать свою роль в государстве. И следующее это переформатирование левой и правой идеи. Ну, обычно левые политики, то есть, борющиеся за права рабочих и бедных, они, собственно, несколько были растерянны в свое время, потому что, с одной стороны, неудача советского проекта, а с другой стороны, тем, что рабочие сами превратились в один из привилегированных классов. Поэтому главная тема левой идеи теперь эмансипация. Ну, то есть, поддержка различной эмансипации меньшинств, поддержка мигрантов, призывы больше самостоятельности, молодежи, женщин, то есть, левые мысли уже существуют не просто как левая, скажем, как лево-феминистская или там лево-освободительная, то есть, призывающие к эмансипации различных групп и к отстаиванию их прав. И вот, например, споры, допустим, которые ведутся в Западной Европе и США, ну, допустим, о явлении трансгендов как политическом явлении, они об этом говорят, вот об этой новой волне эмансипации. И, с другой стороны, правая идея, она связана с отстаиванием региональных интересов. Ну, то есть, обычно, например, в США есть очень консервативные штаты, и они начинают диктовать консервативную повестку, что в каком-то штате побеждает консервативная идея, там, допустим, и видно, что в соседнем штате тоже набирают силы консерваторов. Потому что консерватизм понимается как инструмент региональных элит против элит центра, что именно центр настаивает на либеральных идеях, на расширении прав, на правах женщин, на правах меньшинств, а наоборот регион настаивает на усилении интересов региона, местных фермеров, местного консервативного производства, местных общин, которые обычно консервативные и семейные. То есть поляризация идет не по партиям, а опять между центром и регионом. И вот с этим связан правоконсервативный поворот в большинстве стран мира. Что в общем-то в большинстве стран мира в последние годы усиливается не либеральная тенденция, а консервативные традиционные ценности. Это как раз нам существенно, когда мы будем говорить о традиционных ценностях и их юридической поддержке современной России. И с чем это связано? С чем связан этот неотрадиционализм? Опять же с усилением влияния регионов, с кризисом центральной власти, которая часто, так сказать, оказывается недостаточно эффективной при таких глобальных переменах. Опять же, с различного рода успешными примерами развития нелиберальных стран, например, с успехом Китая, которые являются авторитарной страной, но при этом показывают экономические успехи. Ну, и кроме того, с тем, что обычно на короткой дистанции консервативный проект окажется эффективным. Потому что либеральная идея, она как бы дает отдачу в следующем поколении. То есть происходит эмансипация, а плоды, что, допустим, эмансипированные люди более творческие, более креативные, более творческие, мы видим лет через 30, лет через 50. А, допустим, когда вводится где-то нечто традиционное, то мы сразу, допустим, видим определенную, я не знаю, большую сплоченность общества. Например, право консервативный поворот, он виден в современной Индии очень ярко. Что, допустим, еще лет 10 назад в Индии была идея наоборот по конкуренции с Китаем, подчеркивание некоторого либерализма, что, хотя в вес авторитарному Китаю, мы Индия более либеральное демократическое общество. Теперь же Индия, наоборот, пошла по пути резкого консерватизма, который вполне соединяется при этом с экономическим, не так называемым неолиберализмом, то есть властью корпораций. И, например, Индия, индусы все больше говорят, что вся мудрость в ведах, что западное образование не нужно, вводят определенные ограничения на женское образование, неофициальное, какая-то власть кастовой системы наблюдается, то есть вот этот консервативный поворот, он связан с тем, что как бы его эффекты наблюдаются с рацией. А корпорации, которые требуют такой быстрой лояльности, что человек, в принципе, работает в корпорации, лояльный корпорат, рация, они больше поощряют тоже вот этот консервативный образ смысла. Сидеть спокойно, быть верным традициям корпорации, традиционным ценностям и как бы против этого не восставать. Теперь посмотрим с вами, что же собственно происходит в России, какова контекст государственной культурной политики. Я сделал для вас два таймлайна. И первый таймлайн собственно история государственной политики в области культуры, связанный с историей Министерства культуры, а второй таймлайн это история культурных событий существенных для государственной политики в области культуры. Вы посмотрите на слайды, я дам комментарии и о том, и о другом, потому что у нас еще целый час, и мы поэтому можем хорошо говорить. Итак, как видите, в 1992 году создается Министерство культуры и туризма, которое преобразовывается в Министерство культуры, и одновременно продолжается институциональное строительство, например, создается государственный центр современного искусства в 1992 году. Ведение Министерства культуры тогда относится в очередной учреждении культуры. То есть в ельцинские времена Министерство культуры понималось как, как хозяйственное ведомство, управляющее тем, что называется учреждение культуры. Музеи, музыкальные школы и прочее. То есть это была в ельцинской системе управления, она подразвивала отраслевую принцип, что есть отрасль, и ей управляют определенные Министерства. Вот есть, допустим, я не знаю, скажем, наука, ей управляют Министерство науки, есть образование, как у отрасли, им управляют Министерство образования. Есть учреждения культуры, театры, музеи и прочее, им управляют Министерство культуры. То есть как некоторая такая хозяйственная единица, в которой есть подведомственные хозяйственные единицы, она им распределяет средства, контролирует в какой-то мере их деятельность и, соответственно, фактически выступает как такой единый заказчик для всего этого хозяйства. Это была довольно простая система управления со своими недостатками. Постепенно, разумеется, если говорить уже о 21 веке, то правительство начинает ставить перед Министерством культуры ряд задач. Ну, прежде всего, они связаны с обязательствами России перед международными организациями, как ЮНЕСКО. В частности, в 2002 году принимается постановление госкаталога, то есть обязательное как организация в едином каталоге всего музейного фонда. Здесь Россия понимается как страна, взявшая обязательства перед международным сообществом по сохранению и приумножению культурного наследия. Мы будем еще с вами говорить на следующих лекциях, что в современной политике культур России эти обязательства сохраняются, в том числе летом этого года принято решение о создании каталога и нематериального наследия. То есть сказок, песен, других фольклорных произведений, обрядов, обычаев. И это тоже собирают патологизировать в ближайшие несколько лет. И нематериальное, только материальное культурное наследие. И, соответственно, постепенно в 2004 году укрупняется Министерство культуры, ему передается, соответственно, массовые коммуникации и создается федеральная служба по аналогии с американскими агентствами по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. И здесь уже обязанности между Министерством и Федеральной службой распределены по-другому. То есть Министерство занимается распределением средств, например, выделением средств на реставрацию, а федеральная служба занимается контролем, то есть как израсходованы эти средства, правильно ли они израсходованы. То есть была заимствована американская модель агентств, что агентство получает деньги, но оно полностью подотчетное и должно сказать, на что эти деньги потрачены. Потому что считалось, что в министерстве может тоже быть лоббирование, может денег не хватить, которая как федеральная служба по надзору, она сразу забьет тревогу, если на какую-то реставрацию еще денег не хватило. Это была заимствована американская модель, точнее она была искусственно совмещена с российской, позднесоветской моделью министерства. В 2008 году, собственно, она была новая административная реформа, связанная с преобразованием этих служб, этих ведомств, этих агентств, которые до этого были отдельными структурами. Это либо в подразделения министерства, либо в отдельные службы, в отдельные ведомства, фактически с министерствами ими правами. И вот тогда формируется Росохранкультура, то есть ведомство по охране культурного наследия. И Роскомнадзор, то есть ведомство, которое ведает как раз прессой и контролем над соблюдением прессы законодательства. Это была, в общем-то, идея такого усиления административного контроля над выполнением поручений, причем и поручений президента и поручений правительства. А, соответственно, министерство культуры стало прежде всего разрабатывать нормы для функционирования создения культуры. Это были уже даны президентские поручения, чтобы создать нормы, как должен выглядеть соответственно музей, как должна выглядеть библиотека, могут ли быть там какие-либо инновации. И вот открыто уже открывается такая новая эпоха некоторых инноваций. И вот лозунгом уже вот такого правления Дмитрия Анатольевича Медведева это был лозунг инноваций. Именно он как раз связан не с тем, что там лично тогдашнему президенту нравились инновации, а вот с этой административной реформой. То есть я еще раз повторяю, что сначала идут законные институты, а потом уже идут вкусы, нравы, обычаи, образ мысли и так далее. Какая конституция, какие законы, какие нормы применяются, так народ себя и ведет. И вот как раз-то такое вот образование федеральной службы, передача Министерства культуры функции не столько такого хозяйственного, не просто, что Министерство культуры превращается из просто такого завхоза, который там театр дает деньги и требует от театра то ремонтировать, а больше спектаклей играть и все прочее, превращается вот в такой институт создания норм, в том числе и модернизации. Когда мы будем смотреть вторую таймлайн, мы с вами обсудим, чем была вот эта модернизация второй половины лет. Дальше, как раз к этому же времени, относится и начало такой активной государственной исторической политики. Ну и ее такой вехой стало 15 мая 1969 года создание комиссии при президенте противодействия попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Конечно, это во многом было ответом на историческую политику Польши и стран Балтии, как главных оппонентов в российской исторической политике. И, собственно, эта комиссия упразднена 14 февраля 2012 года, потому что 20 июня создано российское историческое общество. Обычно как раз все эти вопросы стали решаться уже на уровне рекомендации тех или иных общественных или государственно-общественных организаций. Вот 8 февраля упраздняется Росохранкультура, то есть окончательно вот эта федеральная служба, она вводится опять в Министерство культуры, то есть Министерство культуры становится уже и завхозом, и создателем норм, так сказать, инновации, и таким контрольно, таким органом, который контролирует, собственно, что нужно поддерживать, а что нет. То есть у Министерства культуры появляется уже, в общем-то, три функции. И хозяйственная, и нормативно-инновационная, создавать некоторые нормы того, как должна работать библиотека или театр, как ремонтировать, и что креативного там можно сделать. И вот этого вот контроля. То есть и что совпадает, конечно, с определенным усилением контроля. Причем этот контроль, допустим, он, Министерство культуры принимает ряд внутренних реформ. Ну, например, вот в начале 2014-го реформируются вот эти самые НИИ при Министерстве культуры с целью именно обеспечить создание нормативных документов, что эти НИИ должны заниматься не только исследовательской деятельностью, но и быть тем, что по-английски называют think tank, мыслящий танк, то есть мыслящий треск, то есть некоторое объединение интеллектуалов, которые создают вот эти вот нормы. создается Институт развития интернета в 2017 году и 24 декабря 2019 года как раз утверждается основа государственной культурной политики. Этим документом мы с вами и будем заниматься. И как раз сейчас я вам дам задание на дом. Значит, ваше задание будет прочесть собственно этот документ, основа государственной культурной политики. Его легко найти на любых системах, аккумулирующих наше законодательство, например, на право гран-тро. Его можно найти на сайте Министерства культуры, ну и еще на ряде сайтов. Собственно, этот документ, он принят в конце 2014 года указан президента, действующего президента. Вот. И, как видите, здесь контрольные вопросы, можете их сфотографировать. Значит, как в данном документе ображается специфика России как многонационального и конвенционального государства. То есть лучше вам с этим документом поработать с помощью маркеров реальных или виртуальных файля. Да, конечно, я на почту пошлю в конце занятия. Вот. И просто не забудьте мне напомнить. И так тоже таймлайн вам тоже пригодится для повторения. То есть нужно подчернить каким-нибудь цветом то, что относится к характеристике России как многонационального государства, многонфессионального, и как это определяет вот эта специфика России, многонациональная и многонфессиональная, специфику российской культурной политики. То, что мы хотим, чтобы у нас была дискуссия. Затем, как в этом документе преломляется идея мягкой силы. Потому что там очень много говорится о влиянии России на международной арене. И, соответственно, вы посмотрите, какие именно опыты к этому относятся, какие именно меры по государственной культурной политике в этом документе указаны как усиливающие влияние России на мировой арене. И третий вопрос. Какие задачи культурной политики в этом документе должны решаться на общероссийском уровне, а какие на уровне регионов. Тоже какие-нибудь маркерами. Еще отметьте, что из этого относятся к федеральному уровню, а что к регионам. Чем должно заниматься Министерство культуры, а чем ведомство по культуре каждого региона. Которые часто, кстати, тоже называются Министерство культуры такого-то региона. Министерство культуры Турской области. И вопросы для обсуждения. Уже такие, они более дискуссионные. Первый вопрос. Как в данном документе отразилась ситуация роста напряженности в отношении западных стран. То есть в этом документе вы увидите некоторую, так сказать, конкуренцию, условно говоря, с США и Западной Европой. Определенные представления о некотором столкновении, о сохранении российской цивилизационной идентичности. И вот тоже отметьте, собственно, как именно, в чем там фонус, в чем, собственно, здесь спор этого документа с условным западом. Второй вопрос. Как в данном документе мыслится место России в мировой системе стран. То есть как мыслится вообще отношение России, Китая, России, Запада, России и страны СНГ. Потому что там об этом тоже говорится. Ну и какие из тезисов можно назвать условно-консервативными и какие условно-либеральные. То есть понятно, что то, что относится к сохранению традиционных ценностей, сохранению идентичности, ясно, что мы назовем консервативными. Но также там говорится, конечно, о культурных инновациях. И это скорее можно отнести, допустим, к либеральному. И в этом мы как раз поговорим, потому что иногда консервативные и либеральные, они не являются антольными. Ну вот самый простой пример я только что приводил – это корпорация. То есть, с одной стороны, корпорация – это некая либеральность. У них риторика обычно такая американская либеральность. Вы у нас достигнете успеха, вы реализуете свою индивидуальность и так далее. Но ясно, что при этом корпорация, она же консервативная, она требует себе лояльности. Подчиняйтесь этике корпорации, подчиняйтесь всем ее обычаям, подчиняйтесь ее ценностям, традиционным для этих корпораций. То есть в корпорации есть и традиционные ценности, и либеральная риторика. И вот что поэтому отношение консервативного и либерального – это, что называется, это так целая задача и головоломка. Это просто так, не решки жидва шага. Я могу в лекциях указывать на тенденции, ну, например, что усиление регионализма всегда ведет к усилению консерватизма. И что в большинстве стран наблюдается усиление консерватизма. Ну, например, самые простые примеры, в Турции Эрдоган решил восстановить Софию как мечеть. То есть ясно, что это консервативный жест. Потому что это обращение к традиции в Османской империи, к традиционным ценностям ислама, к отказу от либеральной ценностей, при которой любой человек, и мусульманин, и не мусульманин, и атеист, и кто угодно, одинаково принадлежит этот объект. Либеральная ценность подразумевает, что ты можешь быть кем угодно, каким угодно, каким угодно странным, но тебе как бы весь мир принадлежит. Консервативные ценности наоборот настаивают, что нет, это принадлежит нашему региону, это принадлежит нашей религии, это принадлежит нашему образу жизни. Поэтому ясно, что, например, Эрдоган принимает больше консервативных решений, чем либеральных. Как и, допустим, консерватизм можно увидеть в период как попытки в ручном режиме регулировать вкус, скажем, турецкой линии. В отличие от либерального убеждения, что рынок все сам высчит, и что важно, главное, чтобы все активно вели себя на рынке, чтобы занимались бизнесом, чтобы реализовывали себя. Такая либеральная ценность самореализации, а ясно, что регулирование курса валют в ручном режиме Эрдоганом – это консерватизм. Или, допустим, в США, например, во многих штатах принимаются опять консервативные законы. И поэтому о мировом консерватизме, о том, что Россия не отличается от общества стран мира в этом отношении, мы еще будем говорить. И дальше общий вопрос. Вот какой образ будущего устраивается в этом документе? То есть, что этот документ, как он планирует, как культура будет развиваться? В 2014 году он принялся в конце 2014 года. В таймлайме это был, мы еще раз вам этот документ вышли в свой конспект. Вот какой образ будущего выстраивается в этом документе? То есть, как он планируется? И как раз мы можем уже, получается, почти через 10 лет наступление этого документа, посмотреть, что из этого положения реализовано. Это тоже будет частью нашей дискуссии. Что, например, в знакомых вам учреждениях, скажем, в музеях или библиотеках или, допустим, в кинопроизводстве реализовано из основ государственной культурной политики. И вопросы для общей дискуссии. Вот как раз именно эти. То есть, как вы знаете практическое применение, какие пункты вы, например, для себя отметили как практически реализованные, а реализация которых вы знаете. И почему документ имеет и долгосрочную перспективу. То есть, там вы увидите, что там что-то планируется общаться с 2050 или 2070 года. Зачем такое долгосрочное планирование? Ну, одну подсказку я сегодня уже дал на первой сегодняшней лекции, что политика – это игра надолго. Что политик должен мыслить не месяцами и годами, а десятилетиями, только тогда в настоящем планете. Что политик тридцатилетний должен думать, что он будет делать в 70 лет. Если он не думает об этом, если он собирается только быстро, не знаю, промелькнуть – это не политик. политика – это как раз одна из самых таких профессий с долгим планированием. Потому что часто карьера политика – это десятилетия. Политик в этом смысле должен быть терпеливее, чем художник. Художник может работать 5 лет или каким-нибудь проектом. Политик часто в 50 лет работает на своем образе. Ну, вот возьмем другой, соответственно, таймлайн. Второй. Ну, вот этот таймлайн первый я закончил указом президента, который был принят совсем недавно, который уже, собственно, закрепляет понятие о традиционных ценностях, и который является, собственно, наиболее новым юридическим документом, регламентирующим культурную политику. Об этом мы тоже будем говорить. Об этом указе тоже мы прочтем в свое время. Но сейчас, в оставшееся время, я вам немножко порассказываю о том, что же происходило в культуре в постсоветское время. И вот второй таймлайн я назвал «История культурных событий существенной для государственной политики в области культуры». Ну, прежде всего, это, конечно, вы видите некоторые новые явления в театральной или в музыкальной жизни. При этом они не сразу находят свою институционализацию. В 1993-м было решено учредить фестиваль и премию «Золотая маска» театральной. В 1995-м пришел первый фестиваль, первое обучение премии. Это, конечно, «Золотая маска» связано с тем, что появились новые явления в театре, например, театр Школы драматического искусства, которые были построены иначе, чем прежде. Советский театр – это был театр репертуарный, хотя внутри советской системы было такое понятие, как театр студий, не театр современный. То есть театр, который ставил разного рода новые постановки, иногда молодых режиссеров, молодых авторов, молодые режиссеры ставили молодых драматургов. То есть это такая площадка для экспериментов, но которая считалась чем-то не очень серьезным в соответствии с академическим репертуарным театром. А вот как раз в постсоветское время студийная модель побеждала Школу драматического искусства. Это студийный театр, но который добился, в отличие от студийного театра, который, что называется, у них то густо, то пусто, потому что все очень зависит от того, там пришли или молодые режиссеры или нет, то Школу драматического искусства, она там фактически подчинялась одному своему вождю Анатолию Васильеву, и он задумывал спектакли часто там на 12 часов. И здесь это уже функционировало не как студийный, не как репертуарный театр, а как театр нового типа, какой тотальный театр, когда ты на 11 часов приходишь на спектакль. Из этого проекта вырос электротеатр, собственно, ученика Анатолия Васильевна Симфонова. Идея театрального сериала и все прочее. То есть вот новые формы театра, театр-сериал, когда несколько дней сможешь спектакль с продолжением. Вот этот театр, тотальный такой театр, потому что Анатолий Васильев принесли его как такое сакральное пространство, тоже принесли иконы в сам театр. И они, конечно, потребовали и новой премии. Потому что репертуарный театр что отмечать? Одному критику понравился один спектакль, другому другой. Тут мне как бы о вкусах не спорят. Как тут выбрать, какой спектакль лучше, когда по мнению одного критика лучший театр такой-то, он мне больше всего нравится, а другому критика лучший театр такой-то. А вот когда появляются инновационные театры, в очереди 90-х, тогда уже, например, «Золотая маска» имеет смысл, потому что можно отметить, что вот этот театр совсем нового типа. Театр, в котором жив, а не просто в котором, допустим, играют. Ну и, соответственно, как только появляются театры, в которых живут, появляется и понятие «Ойлайштайна». 1 сентября 2004 года выходит первый номер журнала «Птюч», такой глянцевый журнал с таким лукавым названием, который фактически посвящен как бы явлениям новым совершенно для людей. То есть там обозреваются и рок-концерты, с рок-звездами, с новыми режиссерами, теми же креативщиками. То есть появляется впервые понятие о креативных людях. Что вот я там организовал такой-то клуб, или я организовал там такой-то рок-фестиваль. И вот это как бы лайфстайл журналистика, она развивает, что люди создают новые форматы, что они уже тоже не работают просто в искусстве, а живут в искусстве. И можно рассказывать о том, как они живут в искусстве. Как, например, режиссер вести репортаж, как он ставит спектакль, как он одновременно пьет кофе. И то и другое будет интересно читать тебе. И вот возникает такая интеллектуальная лайфстайл журналистика, потому что это новое понимание искусства как образа жизни, нужно интеллектуально обосновать. Почему раньше искусство было просто производством, ты просто приходил на работу, в театр на работу, а теперь вдруг в театре ты живешь. Нужно это как-то интеллектуально обосновать, какие-нибудь идеи под этой темой. Дальше появляется, собственно, появляется Рунет. 16 марта 1997 первый российский интернет-форум. То есть впервые собираются те, кто делают российский интернет. То есть там и провайдеры, и веб-дизайнеры, и все, кто, собственно, появляется понятие о том, что интернет является частью культуры. Тогда же в 1997 начинает вещать телеканал «Культура». Тоже он создан по указу, собственно, с президента Ельцина. И тоже, как вы видите, появляется идея вот этого непрерывного контента. Что культурные передачи не просто с такого-то, по такой-то час, а что может весь день вещать телеканал «Культура». Весь день можно сидеть в интернете. То есть вы видите, что изменения, культурные события, они связаны с изменением вообще отношения ко времени и к жизни. От советского отношения, что культура – это какой-то просто отдельный такой запуток. Тут есть дом культуры, есть там музыкальная школа. Все остальное к этому не очень относится. Ну и есть бытовая культура, которая просто область регламентации. Что там белку и ложку можно держать так-то. А вот здесь появляется вот эта вот креативная культура, которая становится таким образом жизни. Например, кроме «Птюча» начинает выходить «Ом», такой немножко более такой умеренный журнал. «Матадор», который издает Константин Эрс, нынешний генеральный продюсер Первого канала. То есть появляется целая индустрия вот таких лайфстайл журналов, причем именно умных, которые рассказывают про рок-концерты, про каких-нибудь авангардных художников новых, то есть расскажут про каких-нибудь русских последователей Орхола, про концептуалистов. Потому что людям хочется быть вовлеченным. И вот итогом развития этих лайфстайл журналистики стало журнал «Афиша», начавший выходить в 1999 году. Как раз один из его редакторов Юрий Сапыкин недавно давал интервью. И он как раз все время настаивал на том, что мы вовсе не были какими-то такими законодателями. Очень часто считают, что «Афиша» создала понятие «хипстер». и вообще вот эта идея креативной жизни с кофе в руке, на велодорожке, на самокате и так далее. И вот говорят, что «Афиша» виновата в том, что у нас самокаты везде разъезжают, все с кофе ходят и так далее. Что появилось это «хипстерство». Анетин Сапыкин говорит, что на самом деле он не собирался ничего создавать, что их журнал исключительно фиксировал то, что происходит. А фиксировал он то, что появилась больше социальная мобильность. Люди стали снимать чаще квартиры, уезжать от родителей. А если человек уезжает, например, от родителей и снимает свою квартиру, значит, что ему нужно? Ему нужна мебель. Нужно программировать икею или что-то такое. Объяснить, что можно использовать сборно-разборное мебель. Человек должен сам организовывать свой день. Обычный день начинается с кофе и нужны кофе. То есть Сапыкин объясняет, что это не мы там придумывали хипстер, а мы просто увидели возросшую социальную мобильность. Например, люди приезжают в Москву и уже не просто, чтобы там работать день и ночь на каком-нибудь складе, а чтобы вести столичный образ жизни. И мы как бы идем им навстречу. Что это просто развитие социальной мобильности в связи с улучшением экономической ситуации, а не какое-то специальное изобретение. Просто, говорит Сапыкин, мы быстро там нашли для этого какие-то слова. Гипстер, креативный класс и все прочее. Хотя на самом деле это явление существовало объективно. Просто это означает, что поменялся образ жизни. Но я не буду все комментировать, потому что, например, 2007 год, это такое время своеобразное, первых таких вот конфликтов с Западом. Значит, это и Мюнхенская речь Владимира Владимировича Путина. То есть первая речь, которую он упрекнул США в том, что они расставят на гегемонии, на однополярном мире и вмешиваются в дела других государств. То есть впервые прозвучало это обвинение. И 26 апреля как раз в Таллине демонтировали памятник Великой Отечественной войне бронзовым солдатам. То стало такой вот основой очень жесткого столкновения, получается, политик памяти стран Балтии и России в интерпретации событий Второй мировой войны. Но тогда же на 2007 год, как ни странно, приходится, в общем-то, но полна появление вот этого вот независимой культурной индустрии. 1 августа открыт в Москве пространство винзавод. В 16 августа 2008 года арт-завод в Екатеринбурге, в будущей индустриальной биеннале, в совмест с французскими кураторами, где осмысляется вот это промышленное наследие Урала в свете современного искусства. 16 сентября 2008 года открывается музей «Гараж» в Москве, сначала в Ахметьевском гараже. 25 сентября 2008 года выставка «Русская бедная», начало, так называемой, пермской культурной революции. То есть что приходит? Что прежняя промышленность, которая пришла в упадок с концом Советского Союза, осмысляется, на самом деле, не как исчезнувшая, не как уничтоженная бандитскими 90-ми, а как, наоборот, ресурс для нового творчества. То есть появляется идея джентрификации, что теперь в постиндустриальную эпоху на те же заводы могут прийти дизайнеры, программисты и так далее. И, соответственно, вот эти все биеннали, все эти пермские проекты и так далее ставят целью превратить бывшие промышленные города из депрессивных, где просто многие люди лишились работы из-за закрытия заводов, в города, привлекающие молодежь и привлекающие новое поколение. что если там открываются какие-то проекты, то туда могут приехать и дизайнеры, и программисты создать свои там кластеры нового такого постиндустриального производства. И, опять же, тут трудно сказать, что первое там появилось. Скажем, первая какая-нибудь пирма в М-дизайна или там первая, я не знаю, какую-нибудь биеннали в данном городе. Это тоже процессы как-то шедшие вместе и тоже отличавшие вот эту вот такую вот эпоху Дмитрия Анатольевича Медведева, где была заявлена политика инноваций. Опять же, она была заявлена, как я уже сегодня сказал, и объективно, потому что действительно просто накопилось для этого много предпосылок. Ну, начиная просто, допустим, с появления концепции веб 2.0 и мобильного интернета. Ну и кончая, допустим, благоприятной международной обстановкой роста, опять же, культурного взаимодействия, когда, допустим, интернет воспринимался как медиум такой вот проницаемости всех границ и интенсивного культурного взаимообмена. Но тогда же начинается борьба за культурное пространство. Ну, например, далеко не все одобряли Екатеринбургский, Пермский проект. Среди местных общин очень многие считали, что это проект такой вот колониальный, что из Москвы приезжают творческие люди, новые администраторы, учреждают какие-нибудь галереи, а нам, как бы, местным жителям ничего не дают делать. То есть там тоже была своя позиция. Была борьба определенная между, так сказать, начинается борьба, например, между, скажем, русско-православной церкви за свое место в публичном поле. Ну, например, вот патриарх Алексей II поставил вопрос о передаче иконы Троицы в Троице Сергееву Лавру в 2008 году, что ясно, что это определенное, не просто это определенное притязание, ну, фактически на такую политику в области культуры. То, что важнейший культурный объект находится у нас, интерпретируется нашим контекстом, что, разумеется, усиливает авторитет православной церкви. Потому что если у нее Троица, то у нее и интерпретация Троицы, а значит и авторитет в интерпретации всех глупых. То есть здесь мы, когда будем говорить о культурной политике, мы будем говорить, сколь важно обладание, часто каким-то артефактом, каким-то пространством для ее реализации. Почему государства стремятся завести национальные музеи? Почему стремятся купить какие-то шедевры в свою коллекцию? Потому что кто владеет, тот интерпретирует, а кто интерпретирует, тот признается авторитетным на мировом уровне в области культуры. Ну и 2011 год, значит, и, соответственно, начинается эпоха, в 2010-е где-то, начинается эпоха некоторых блокбастеров. Ярмка современного искусства по Сморскому проходит в 2010-м. В 2011-м мультимедийная выставка «Православная Русь», которую курировал архимандрит Тихон Шевкунов, она стала образцом для мультимедийных выставок консервативного типа, то есть проекта «Россия – моя история». И 8 декабря 2011-го первый Московский урбанистический форум, который легитимировал тему урбанистики и городского дизайна в качестве основы для самоуправления. То есть, что именно как раз урбанистическая тема, тема управления городом, тема того, что горожане должны вернуть город себе, она стала основой нового политического подъема и появления нового класса так называемых рассерженных граждан. Добрала сердиток на чрезмерную бюрократизацию системы управления. И вот не случайно как раз 8 декабря проходит первый Московский урбанистический форум, когда даже начинают так называемые «белые» протесты, то есть протесты против фальсификации на выборах народных депутатов, где тоже, в общем-то, лидерами являются часто урбанисты, специалисты по устройству города, по созданию современного города с современной инфраструктурой, которые как раз жаловались на чрезмерную бюрократизацию в принятии решений и на необходимость как бы вот сетевого такого, часто с использованием новых компьютерных технологий взаимодействия. И поэтому часто именно, так сказать, ядро протестов создавали урбанисты, IT-специалисты, то есть которые как раз видели, что можно сделать как бы, по их мнению, более открытый, сетевой, так сказать, демократичный способ принятия решений в этом городе. Конечно, эти протесты не прошли бесследно, ясно, что урбанистика победила ее городской дизайн, но как раз здесь же начинается и опять же консервативная повестка. Например, 16 августа 2012-го подряд Кирилл едет в Полшию, хотя мы уже выяснили, что Россия и Польша всегда были невероятные столкновения в области исторической политики. Но как раз это было одно из первых консервативных совместных заявлений. Кирилл и польский лепископат принимают заявления в поддержку семейных ценностей. И в этом смысле это как раз, как ни странно, становится одной из вех. Почему я и наставил, что это неоконсервативное движение, неоконсервативное, это всемирное движение. Это не то, что у нас чиновник сидел и думал, а давайте сделаем традиционные ценности. Это некоторое развитие всего мира. И вот в 2015-м, например, уже, скажем, совещание в Туле проходит под эгидами Министерства культуры, и там уже действительно начинают критиковаться и «Золотая маска», и «Новаторский театр», в том числе за такую спорную тематику и проблематику, так скажем, происходит в Новосибирске спор постановки Тангейзера, постановки авангардные, заведомо вызывающие, где тоже сталкиваются несколько сил. Довольно сложный спор, в котором, в общем-то, авангардный театр проигрывает и местной бюрократии, и другим участникам этого спора. Дальше, соответственно, выставка блокбастер, та самая Валентин Серов, и здесь как раз интересно, что действительно с этого начинается такая эпоха российских блокбастеров, то есть то, что востребовано и на уровне центра, и на уровне Москвы, и на уровне региона. То есть специфически такая московская тематика уходит на второй план, но, как я сказал, консерватизм – это всегда усиление влияния региона. Когда создается стандарт блокбастера, блокбастер – это всегда, в принципе, довольно консервативная вещь. Будто голливудский блокбастер отстаивающий довольно консервативные американские ценности часто. В этом стране, разумеется, он выносит считаться с либеральными темами, интегрировать их просто для развития страны, для поощрения новых поколений. Но, во всяком случае, как раз определенный такой вот консерватизм, он в конечном счете побеждает. Хотя и здесь что интересно, что эту историю всегда, как вы видите, можно представить как историю борьбы нескольких акторов, то есть нескольких субъектов за публичное пространство. То есть никогда не надо говорить, вот обозревая это и думая об этом, а мы еще будем об этом многократно думать о том, что же здесь происходило, что есть какая-то там воля одного человека или нескольких людей для того, чтобы было так, а не иначе. На самом деле есть определенные законы и политической дальновидности, но также бывают и случаи политической недальновидности, некоторых борющихся, когда возникает какой-то большой конфликт. и, соответственно, постоянно идет борьба за в какой-то мере пространство. Например, появляются вот эти креативные кластеры в регионах, и далеко не все их одобряют. Некоторые видят в них вовсе не инструмент развития региона, а наоборот инструмент переподчинения региона интересам Москвы. Так было там в 2007-2010 году, с поведением Пермского, Серегустова и прочих проектов. Или, например, там появляется, скажем, урбанистика, и сразу она заявляет о себе не просто как о каком-то направлении в области дизайна и социальной деятельности, а как о реальной политической силе, которая стремится по-новому устроить систему управления и ускорить принятие решений. Или, например, вот те же самые истории переформатирования Министерства культуры. Это не история только того, как Министерство культуры хорошо и плохо справляется с обязанностями, а как оно наделяется при каждом переформатировании новыми обязанностями. Сначала возникает как такое отраслевое хозяйственное управление, как такой глав, как такой ДЭС своеобразной культуры. Потом оно приобретает еще функции создания норм, инструкций, нормативов, как развивать культуру. В том числе там появляются и консервативные, и либеральные тенденции одновременно, которые часто трудно различить. Как я сказал, выяснить, где вдруг консервативные становятся либеральными, а наоборот, с этим метаморфозом еще будем разбирать. И вдруг они создают представление о том, как они должны развиваться, что нужно сделать из библиотек креативное пространство, или наоборот сделать из музеев интерактивное пространство. И эти нормы часто поддерживаются еще международными организациями. Ну, например, ясно, что и Коммун сейчас наставит, потому что музей – это прежде всего просветительская организация, то есть занимающаяся популяризацией знания, а не как только хранит. Поэтому разного рода интерактив и разного рода деятельность музея сейчас поощряется просто во всех странах. Но об этом мы еще просто скажем, нельзя за первую встречу сказать все. А третья функция уже надзорная при следующем провале американского проекта и возвращении к проекту бюрократического контроля в 2008 году, когда вот еще и нужно что-то контролировать, все ли правильно происходит в этой сфере, и что поощрять, на что делать упор, кого лучше финансировать, как должны быть устроены фестивали, премии, и с какими организациями взаимодействовать и поддерживать. Причем некоторые из там организаций, курирующих те или иные отрасли культуры, они возникли даже сравнительно недавно. Ну, например, область, кстати, литературы, она, допустим, только вот буквально недавно стала, получила свою такую ассоциацию, ассоциация с писателями, издателями и редакторами, ФАСПИР, которая, например, занимается сотрудными резиденциями, поддержкой издательства и так далее. Для этого это было поле достаточно свободных коммерческих проектов. Но как бы об этих изменениях последних лет мы еще будем говорить. А задания вы тогда получили. Тогда на этом сегодня завершаем. Спасибо. 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 Спасибо.